День слушания шорохов Люди больше верили своему слуху, нежели зрению, и даже если читали книги, то делали это вслух, а не про себя. День слушания шорохов призван восстановить историческую несправедливость и переслушаться к самым простым и обыкновенным вещам – шуршанию осенних листьев под ногами или мурчанию котенка. Это день, когда нужно прекратить бегать и суетиться, а просто сесть на скамейку в парке и насладиться окружающим нас миром. Прислушайтесь, и вам станет понятно, что жизнь удивительна и прекрасна. Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает послушать рассказ русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова «Листопадничек». Осенью, когда осыпался с деревьев золотой лист, родились у старой зайчихи на болоте три маленьких зайчонка, называют охотники осенних зайчат «листопадничками». Каждое утро смотрели зайчата, как разгуливают журавли по зеленому болоту, как учатся летать долговязые журавлята. «Вот бы и мне так полетать», – сказал матери самый маленький зайчонок. «Не говори глупости», – строго ответила старая зайчиха. «Разве зайчатам полагается летать?» Пришла поздняя осень, стало в лесу скучно и холодно. Стали собираться птицы-котлеты в теплые страны. Кружат над болотом журавли, прощаются на всю зиму с мило-зеленой родиной. Слышится зайчатам, будто это с ними прощаются журавли. «Прощайте, прощайте, бедные листопаднички!» Улетели в далекие страны крикливые журавли. Залегли в теплых берлогах лежебоки медведи. Свернувшись в клубочки, заснули колючие ежи. Спрятались глубокие норы змеи. Стало еще скучнее в лесу. Заплакали листопаднички зайчата. «Что будет с нами? Замерзнем зимой на болоте!» «Не говорите глупости», – еще строже сказала зайчиха. «Разве замерзают зайцы зимой? Скоро вырастет на вас густая теплая шерстка, выпадет снег. Будет нам в снегу тепло и уютно». Успокоились зайчата. Только один самый маленький листопадничек-зайчонок никому покоя не дает. «Оставайтесь здесь», – сказал он своим братьям. «А я один побегу за журавлями в теплые страны». «Бежал, бежал листопадничек по лесу. Прибежал к глухой лесной речке. Видит бобры, строит на речке плотину. Подгрызут острыми зубами толстое дерево. Ветер подует, упадет дерево в воду. Запрудили речку, можно ходить по плотине. «Скажите, дяденьки, зачем вы валите такие большие деревья?» – спрашивает листопадничек бобров. «Мы для того валим деревья», – говорит старый бобр, «чтобы заготовить на зиму корм и новую хатку поставить для наших маленьких бобряток». «А тепло в вашей хатке зимой?» «Очень тепло», – отвечает седой бобр. «Пожалуйста, возьмите меня в вашу хатку», – просит маленький зайчонок. Переглянулись в бобр с бобрихой и говорят. «Взять тебя можно, наши бобрятки будут рады. Только умеешь ли ты плавать и нырять?» «Нет, зайцы плавать не умеют, но я скоро у вас научусь», – «буду хорошо плавать и нырять». «Ладно», – говорит бобра, – «вот наша новая хатка. Она почти готова. Осталось только крышу доделать. Прыгай прямо в хатку». Прыгнул листопадничек в хатку. А в бобровой хатке два этажа. Внизу воды приготовлен корм бобряток. Маленькие ивовые ветки. Наверху насквано свежее сено. В уголке на сене сладко-сладко спят пушистые бобрятки. Не успел хорошенько осмотреться зайчонок, как бобры над хаткой крышу поставили. Один бобр обглоданной палки таскает. Другой замазывает крышу илом. Толстым хвостом громко приплевывает, как штукатуропаткой. Ходка работает бобры. Поставили бобры крышу. Стало в хатке темно. Вспомнил листопадничек свое светлое гнездо и старую мать зайчиху и маленьких братьев. «Убегу-ка в лес», – думает листопадничек. «Здесь темно, сыро, можно замерзнуть». С ковера вернулись бобры в свою хатку, отряхнулись внизу, обсушились. «Ну-ка», – говорит, «как ты себя чувствуешь, зайчонок?» «У вас все очень хорошо», – говорит листопадничек. «Но мне нельзя долго здесь оставаться. Мне пора в лес». «Что делать?» – говорит бобр. «Если нужно, ступай. Выход из нашей хатки теперь один, под водою. Если научился хорошо плавать и нырять, пожалуйста». Сунул листопадничек лапку в холодную воду. «Брррр! Ах, какая холодная вода! Уж лучше, пожалуй, у вас на всю зиму останусь. Я не хочу в воду». «Ладно, оставайся», – говорит бобр. «Мы очень рады. Будешь у нас, бобряток, нянькой. Будешь им корм приносить из кладовой. А мы пойдем на реку, работа, деревья валить. Мы звери трудолюбивые». Остался листопадничек в бобровой хатке. Проснулись бобрятки, пищат, проголодались. Целую охапку ивовых мягких веток притащил для них из кладовой листопадничек. Очень обрадовались бобрятки. Стали глотать ивовые ветки. Быстро-быстро, зубы бобров острые, только щепки летят. Обглодали опять, пищат, есть, просят. Намучился листопадничек, таская из кладовой тяжелые ветки. Поздно вернулись бобры. Стали прибирать свою хатку. Любят бобры чистоту и порядок. А теперь, сказали они зайчонку, пожалуйста, садись с нами кушать. А где у вас репка лежит? Спрашивает листопадничек. Нет у нас репки, отвечают бобры. Бобры ивовую и осиновую кору кушают. Отведал зайчонок бобрового кушанье. Корькой показалась ему твердая ивовая кора. Эх, видно, не видай в небольшой сладкой репке, подумал листопадничек зайчонок. На другой день, когда ушли бобры на работу, запищали бобрята. Есть просят. Побежал листопадничек в кладовую, а там у норы незнакомый зверь сидит, весь мокрый, в зубах большущая рыбина. Испугался листопадничек страшного зверя. Стал из-за всех-всех колотить лапками в стену, звать старых бобров. Услыхали бобры шум, мигом явились. Выгнал старый бобр из норы незваного гостя. «Это разбойница выдра», — сказал бобр. «Она нам делает много зла, портит и разоряет наши плотины. Только ты не робей, зайчонок. Выдра теперь не скоро покажется в нашей хатке. Я ей хороших тумаков надавал». Выгнал бобр выдру, а сам воду. И опять остался листопадничек с бобрятками в сырой темной хатке. Много раз слышал он, как подходила к хатке, принюхиваясь хитрые лиса, и бродила возле хатки злая рысь. Жадная росомаха пробовала ломать хатку. За долгую зиму большего страху натерпелся листопадничек зайчонок. Часто вспоминал на свое теплое гнездо старую мать-зайчиху. Раз случилась на лесной речке большая беда. Ранней весной прорвала вода, построенную бобрами, большую плотину. Стала заливать хатку. «Вставайте, вставайте!» – закричал старый бобр. Это выдра испортила нашу плотину. Бросились вниз бобрята, бултых в воду, а вода все выше и выше подмочила зайчонку хвостик. «Плыви, зайчонок!» – говорит старый бобр. «Плыви, спасайся, а то пропадешь». У листопадничка со страху хвостик дрожит. Очень боялся холодной воды робкий зайчонок. «Ну что с тобой делать?» – сказал старый бобр. «Садись на мой хвост, да держись крепче, я научу тебя плавать и нырять». Уселся зайчонок на широкий бобровый хвост, крепко лапками держится. Нырнул бобру в воду, хвостом вильнул, не удержался, как пулю вылетел листопадничек из воды. Волей-неволей пришлось берегу плыть самому. Вышел на берег, фыркнул, встряхнулся и со всех ног на родное болото. Остараясь зайчиха с зайчатами, спала в своем гнезде. Обрадовался листопадничка, прижался к матери. Не узнала зайчиха своего зайчонка. «Ай-ай, кто это?» «Это я», – сказал листопадничек. «Я из воды, мне холодно, я очень озяб». Обнюхал, облизал листопадничка зайчиха, положил и спать в теплое гнездо. Крепко-крепко заснул возле матери в родном гнезде листопадничек. Утром собрались слушать листопадничка зайца со всего болота. Рассказал он братьям и сестрам, как бегал за журавлями в теплые страны, как жил у бобров, как научил его старый бобр плавать и нырять. С тех пор по всему лесу прослыл листопадничек самым храбым и отчаянным зайцем. Спасибо, дорогие читатели, за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok